Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. Уважаемый господин председатель, как вам встреча с Путиным? Невеликому многоходовочнику снова прилетело по шапке от Китая. А ведь Путин перед ними как только не расстилался. Он их и друзьями называл, и с праздниками поздравлял. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, дорогие китайские товарищи и друзья. Я всех вас сердечно приветствую в России. Хотел бы вновь теперь уже лично поздравить вас, дорогой друг, всех наших китайских друзей, дружественный китайский народ с недавно отмечавшимися юбилейными датами. Имея в виду 75 лет образования Китайской народной республики и установления дипломатических связей между нашими странами. Однако и это его не спасло от гнева Цзиньпина. Дело в том, что своим заявлением про то, что Кремль хочет продолжать войну... Вы знаете, вот определять какие-то сроки – это такая очень сложная вещь. И она вообще контрпродуктивная. А когда мы там это... Когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросить. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победы будут за нами. Бункерный поставил в неудобное положение Китай и Бразилию, которые вовсю продвигают свою так называемую мирную инициативу. Ну а теперь получается, что диктатор публично сказал, что не собирается считаться ни с кем. И обвинил Китай в том, что будто бы они не советовались с ним по плану завершения войны. План соответствующий предложил. Мы об этом ничего не знали. Поэтому, то есть, не Бразилия, не Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решений мирного урегулирования они с нами не консультировались. Они действовали так, как считают нужным. Ну, это хорошо, это плохо. Другой вопрос. Поэтому неудивительно, что китайский большой брат во время саммита БРИКС спросил у Путина про то, а не попутал ли он берега. Владимир Владимирович был обескуражен после разговора с Си Цзиньпином. Китайский лидер спросил странную вещь. Когда, по мнению нашего президента, закончатся боевые действия? И когда наша армия покажет силу, в том числе в Курской области? Владимир Владимирович был удивлен такими вопросами, что называется «в лоб», и заверил китайского коллегу «Победа будет за нами». Пообещал при этом расспросить военных с пристрастием. Они-то конкретных прогнозов не дают, рассказал нам источник в окружении Путина. Еще Владимир Владимирович недоволен тем, что в Казань не приехал президент Бразилии Лула да Силва. А с бразильцем, кстати, тоже неудобно получилось. Дело в том, что во время своего выступления на саммите БРИКС Путин забыл, что президент Бразилии к нему в Казань не приехал. Поэтому вышел вот такой вот казус. «Первым предоставляю слово президенту Федеративной Республики Бразилии господину Досильву. А, извините, он у нас выступает по видеосвязи. Поэтому прошу выступить председателю Китайской Народной Республики. Пожалуйста». Ну и после такого позора слово на саммите взял Цзиньпин. Хозяин Путина еще раз напомнил своему холопу, что ему нужно заканчивать со своей преступной войной в Украине и искать реальные способы урегулирования ситуации. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального юга создали группу друзей мира. Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения перелива конфликта его распространение на третьи стороны, избежание эскалации боевых действий и отказа от отливания масла в огонь соответствует скорейшей деэскалации ситуации. В контексте ляпов Путина еще стоит отметить разговор Бункерного с президентом Турции Эрдоганом, который тоже прибыл в Казань. Сначала Путин не смог выговорить имя турецкого лидера. Понимаете, молодому и уверенному в себе дедушке понадобилось целых три попытки, чтобы представить президента Турции. Спасибо. Слово президенту Турецкой республики господину Тайпу Эрдогану. Ржепу Тайпу Эрдогану. Эрдоган явно запомнил это. Ведь потом, как пишут Z-паблики, во время разговора с диктатором он снова потребовал вернуть Крым Украине. Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия, по непонятным лично нам причинам, должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина. Эрдоган завел старую пластинку, мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым – это якобы Украина. И его нужно вернуть. Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется. С возмущением рассказал нам источник в МИДе. Также Путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего АПК западных товаров в Россию. С Крымом, и не только с ним. Вы – умнейший человек, думаю, вы сами все понимаете, ответил президент Турции. Что ж, неужели новый нож в спину? И похоже, что с Турцией в Кремле явно не знают, что делать. Но в отношении Китая методичка старая. На фоне возникшего напряжения между Путиным и Цзиньпином, кремлевская пропаганда вовсю начала пытаться смягчить ситуацию. Вот, например, Симоньян рассказала про то, что Россия сейчас идет следом за Китаем, чтобы преодолеть так называемый период унижений. То, что китайцы называли веком унижения, вот после опиумных войн, и, собственно, до Мао Цзэдуна, да, вот сто лет прошло, они называли и называют до сих пор веком унижения. Нам предстояло пройти наши 10 лет унижения, декаду унижения. Мы ее так не называем, но, мне кажется, когда-то переосмыслим и назовем. Это те самые 90-е, в которые они и это пытались использовать против нас тоже. Я как раз тогда была подростком, потом отарковицей, потом юной девушкой. И я помню, как было модно. Наркотики, это было модно. Это приходило оттуда к нам. Песни вот эти все, хэш-бола-бола, не знаю, надеюсь, она запрещена уже, ничего, что я ее процитировала. Все это нам хлынуло оттуда, чтобы подорвать нас, потому что, ну, как здорово получилось с Китаем. В этом всегда, всегда был и есть расизм. Мы, конечно же, будем наблюдать за тем, в какую сторону свернут отношения Путина и его старшего брата. Ведь если Россия вдруг окажется без помощи Китая, то ситуация для Кремля будет фатальной. Однако помним, что даже этот сценарий будет считаться, как то, что все у диктатора идет по плану. Ведь паники нет, товарищи. Растут взаимные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены. Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России, в Москве, в Кремле. Субтитры создавал DimaTorzok